АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Даже если он этого захочет, у него просто нет опоры. И прошедший два дня назад диалог с президентом этому яркое подтверждение. Одни проблемы, никаких решений, разговор ни о чем. Так где же эта опора? Либеральное антинародное правительство России сегодня откровенно гробит страну. Толку одной нет не будет. По сути их дел это предатель России. Государственная дума сегодня штампует антинародные законы, не имеет реальной оппозиции и главной государственно-патриотической составляющей. И по сути превратилась в государственный институт политического мошенничества. Совет Федерации практически превращен в государственный элитный клуб для бывших губернаторов и других госслужащих высокого ранга. По своей сути антинароден, абсолютно не нужен стране и лишь выкачивает большие средства из государственного бюджета. Судебная власть страны превращена в карательный аппарат правящей верхушки направленной против России и прежде всего русского народа. Региональная власть России, как и полагается по плану Олена Далеса, за незначительным исключением, собрана со всех помоек России, поэтому безнравственно, неэффективна в работе и погрязво вырослее коррупции. Все эти властные структуры установили себе элитную зарплату, никак не гармонирующую с нижним уровнем зарплаты населения и унизительными пенсиями. По сути, зарплата чиновников России сегодня является ничем иным, как узаконенным казнократством. Как понимаете, от такой власти нам ждать больше нечего. Она себе полностью изжила и ведет к страну всенародному бунту, а это не лучший вариант для России. В сложившейся стране ситуации только народно-патриотические силы, способные в корне изменить положение в России. Для этого, прежде всего, необходимо их объединение. Единое государственно-патриотическое движение со своей стратегией, тактикой действий, со своими задачами и целями по восстановлению и возрождению России. Пришло время собирать камни, отступать дальше не туда. Союз военных моряков сегодня выступает учредителем такого объединения Государственно-патриотических сил России. Готов принять самое активное участие в ее работе, взяв на себя ответственность за реформирование военно-морского флота России. Кроме того, мы готовы взять на себя ответственность за подготовку программ по возрождению торгового, рыболовецкого, арктического и речного флота России. Союз военных моряков готов принять активное участие в разработке и подготовке программ по реформированию и других государственных институтов и отраслей народного хозяйства. И прежде всего, таких как государственное устройство России, армия, МВД, образование, здравоохранение, транспорт и возрождение сельских территорий, природа, охрана и другие. У нас есть свои наработки, свои программы по этим вопросам. В свою очередь, мы, Союз военных моряков, вносим предложение назвать такое движение Объединенных Государственных Патриотических Сил России честь и совесть России. Учтите девиз движения «Никто кроме нас», а также гимн движения «Марш прощания славянки». Кто знает слово «Димна», тот поймет, о чем там и сравнит это с сегодняшней ситуацией в России. Мы ответственно заявляем сегодня и заявляли раньше, что сегодня проводимая в России реформа военно-морского флота просто профанация, не имеющая ничего общего с возрождением военно-морского флота и укреплением его боеспособностей, как одной из важнейших составляющих оборонных способностей нашей Родины. Мы, Союз военных моряков, сегодня ответственно заявляем и заявляли раньше. Господин президент, отдайте нам должность главнокомандующего военно-морским флотом России. Отделите военно-морской флот от Министерства обороны, как это было во все времена истории военно-морского флота, вплоть до 1953 года. Чтобы Шойгу у нас не путался под ногами с его портянками, парадами и прочей показушной инициативой. Подчините военно-морской флот непосредственно президенту России, оградите нас от дилетантов Медведева с Рогозиным, и мы готовы в пределах выделенного финансирования начать реальное возрождение военно-морского флота России. У нас есть все программы и все установки для этого. Мы при этом гарантируем, что возрождение военно-морского флота будет реальным, наиболее перспективным и единственно правильным, отвечающим нашей военной доктрине, с учетом последних научно-технических достижений, обобщенного мирового опыта, опыта военно-морского флота СССР, опыта Великой Отечественной войны, нашего личного опыта и наших инновационно-научных изысканий. Мы готовы в порне изменить систему высшего военно-морского образования, которое позволит готовить экскурсантов настоящих офицеров военно-морского флота, а не контрактников и наемников, как это делается сегодня. И гарантируем, что наша система обучения подготовки военно-морского флота будет на порядок выше, чем была в СССР. Мы реальные морские офицеры, не показушные трусливые адмиралы, потерявшие честь, трясущиеся за свои должности погоны, а также пожорящие славную историю и традиции военно-морского флота. Но нас пока не слышат. Не слышат, как не стучив в дверь, и продолжают угроблять военно-морской флот. Мы очень надеемся, что нас услышат в рамках создаваемого сегодня проекта по обновлению государственных патриотических сил России, как и услышат других участников нашего объединения, реальных патриотов России, с реальными программами возрождения страны. Ибо только в единстве наша сила, разъединенных нас никогда не услышат. Объединяясь в единое государственно-патриотическое движение, нам надо быть готовым, что нам будут серьезно мешать, пытаться разводить, стравливать, засылать кротов, подвергать критике, основанной на лжи и фальше. Причем это будут делать как властные структуры, так и другие оппозиционные объединения, с которыми нам не по пути. Но мы должны стать выше этого, выше своих разногласий, выше своих амбиций. И несмотря на возможное противодействие, зарегистрировать движение, начать формирование региональных организаций, охватив по возможности все регионы Великой России. Надо помнить, что даже сама мысль о возможном восхождении в нынешнюю власть реальных государственно-патриотических сил, неприемлемо Западу, который прикормился сегодня на наших ресурсах и наших финансах, и видеть будущее России только как свой сырьевой предаток и рынок сбыта их товаров. Они страшно боятся потерять контроль над геополитическим пространством России. Союз военных моряков хочет обратить внимание присутствующих, что для разъединения народно-патриотических сил, как и со стороны власти, так и со стороны мировоза кулисы, используются различные грязные проекты. Так перед выборами в России было реализовано два таких проекта. Один у нас принято называть оранжевый проект, другой проект кургинян. Еще мы хотим обратить ваше внимание на проводимую 6 мая акцию протеста действующей власти. Союз военных моряков и соратники по морскому блоку примут в ней активное участие. И это не значит, что мы принимаем там участие, потому что мы поддержим организаторов этой акции. Мы, наоборот, против этой оранжевой чумы. Мы лишь выражаем свою солидарность по вопросу незаконного уголовного преследования двух наших матросов бывших, морского пехотинца Луцкевича и моряка Полиховича, задержанных по сфабрикованным обвинениям в так называемом болотному делу и сегодня противозаконно содержащимся под стражей. Мы требуем их немедленного освобождения из-под стражи и прекращения уголовного преследования. Мы также выражаем свой протест действующей власти по бесчеловечному осуждению на длительные сроки наших боевых товарищей, истинных патриотов России, полковников Хабарова Леонида Васильевича, легенды военнослужащих десантных войск, и полковника Квачкова Владимира Васильевича. И требуем изменения меры наказания и требуем изменения меры наказания на условный или домашний арест по следующим пересмотрам их дел судами присяжных. Мы считаем, что такие люди, как полковник Хабаров и полковник Квачков, им не место в тюрьме, это не место для заслуженных людей России. У них заслуг перед Россией больше, чем у президента с его администрацией и правительством вместе взятыми. Пока эти наши требования действия власть не услышат, мы будем участвовать в акциях протестов, протестных движений против антинародного режима. Это наша непримиримая позиция, моряки своих не бросают. Спасибо за внимание.